Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать time closes. И перед нами ситуация, когда нам по большому счёту нужно выбрать всего между двумя linking words, так называемыми, соединительными словами. И это всего-навсего выбор между самыми-самыми, наверное, ходовыми, топовыми словами. Это if и when. В чём между ними разница? Очень часто люди думают, что if это равно when. И что я поставлю if, что я поставлю when, это абсолютно будет то же самое. Но на самом деле это далеко не так. И if не равно when. В чём же дело? Если я поставлю в своём предложении if, это будет показывать, ясно, что оно переводится словом если, это мы все знаем, но если я поставлю if, моё предложение приобретёт такой характер условности. То есть, что-то возможно случится, возможно не случится. Это такое дело. Если же я поставлю when, тогда у меня что-то обязательно произойдёт. То есть, when показывает на то, что у меня гарантирована ситуация, когда у меня что-то случится. Ну, а теперь смотрим на наше предложение и делаем выводы. Первое. If Chris calls while I'm out, tell him the report is ready. Если Chris позвонит, когда меня здесь не будет, скажи ему, что доклад готов. То есть, при условии, если Chris позвонит, он может и не позвонить, но на случай, если он позвонит, то скажи так. Далее, we will be lucky, дальше чего-то. We reach the shop before closing time. Нам повезёт, если, скорее всего, мы дойдём до магазина перед тем, как он закроется. Здесь явное if, потому что, на что это мне показывает, что мне на это показывает? We will be lucky. Нам повезёт. То есть, может и не повезёт, конечно, а может и повезёт. Дело такое. Далее, чего-то там. Steve arrives home from school. We will eat dinner. Так, если Стив придёт домой со школы, мы будем обедать. Или, когда Стив придёт домой со школы, то мы будем обедать. Я думаю, что здесь всё-таки when. Когда Стив придёт. То есть, когда придёт, тогда и обедаем. Далее, the bus will live without us if we don't hurry up. Автобус уедет без нас, если мы не поторопимся. Здесь явное if. То есть, если поторопимся, то успеем. Не поторопимся, не успеем. Далее, Steve will go to a summer camp. Чего-то там school finishes. Значит, Стив поедет в летний лагерь, если или когда школа закончится. Ну, по-видимому, когда. Здесь не если, школа всё равно закончится когда-нибудь. Далее, you have no... If you have not chosen your main course yet, I will come back in five minutes. Так, значит, поди его знай что. Вы ещё не выбрали, какое блюдо заказывать. Я вернусь через пять минут. Так, да, я думаю, речь идёт о блюде всё-таки. Main course. По идее, это второе в меню. Так, что же здесь может быть? If you have chosen, если вы не выбрали, то я вернусь. Или, когда вы не выбрали. Так, ну, когда вы не выбрали, совершенно не звучит. Поэтому я думаю, что здесь if. Если вы не выбрали, то я вернусь. А если выбрали, ну, тогда не проблема. The birds will start singing. Чего-то the sun comes up. Птицы начнут петь, по-видимому, когда солнце встанет. Очень логично будет when. Солнце всё равно встанет. Это не вопрос. Далее. Чего-то... Так, значит, чего-то ты закончишь свою работу по дому до пяти часов, мы пойдём в кино. Вот тут интересная ситуация. Если ты закончишь до пяти, мы пойдём в кино. И когда ты закончишь до пяти? Что мы ставим? Естественно, если. Потому что тут из самой логики предложения видно, что когда, но явно не подходит. Здесь просто сам ответ на when как бы будет в самом предложении заключён. Это неестественно. I can't hear you. I'll call you back. Чего-то там. I'm off the train. Я тебя не слышу. Я тебе перезвоню. По-видимому, когда я выйду из поезда. Здесь явное when. Когда, а не если выйду из поезда. Далее. We will stay at home. Чего-то. It continues raining. Мы будем сидеть дома. Далее. Когда? Будет продолжаться дождь. Или если будет продолжаться дождь. Здесь, по-видимому, если. Здесь явно никогда. Вот такое вот упражнение. Малюсенькое, крошечное. Но очень, как по мне, удачное. Потому что очень часто возникают вопросы, а нельзя ли if заменить when. Иногда действительно if можно заменить when. Но далеко не всегда. Поэтому имейте в виду это. Смотрите внимательно на свое предложение, о чем идет речь. И то ли это без всякого произойдет, обязательно. Или это ситуация, когда может произойдет, а может и не произойдет наше действие. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!